Сегодня я покажу вам, как на практике действует 503-я статья Гражданского кодекса. Данная статья гласит о том, что если вам продали некачественный товар, и вы его частично либо полностью употребили, то при возврате вам обязаны вернуть полную стоимость товара. Жизненные ситуации у всех могут быть разные. Например, вам продали конфеты, вы их частично употребили и обнаружили неприятный вкус, а затем обнаруживали, что данные конфеты были просрочены, и вы пойдете делать возврат в магазин за эти некачественные конфеты. Думаете, магазин вернет вам деньги только за оставшиеся по весу конфеты? Конечно же нет! Или, например, вы купили подгузники своему ребенку, одели их пару раз и обнаружили на коже ребенка раздражение, а потом обнаружили, что подгузники были просрочены. Думаете, вам посчитают стоимость и вернут деньги за вычетом этих двух подгузников? Конечно же нет! Сегодня вы посмотрите, как мы с Романом навестили детский мир в ТЦ Сарафан в Туле, и как я купил ручки, которые в дальнейшем подарил Роману. Прибыли мы туда не просто так. К Роману обратились люди, которые пожаловались, что они работали в клининговой службе, и им за выполненную работу не заплатили деньги. Да, согласен, детский мир их не нанимал напрямую, а обращался к клининговой службе, и все вопросы должны быть к клининговой службе. Но! Пойдет ли директор на встречу и предоставит данные на данную клининговую службу? Или поведет себя как-то неадекватно, вызовет на нас полицию, ГБР и так далее? Приятного вам просмотра, и пишите свое мнение в комментариях, как вы оцениваете действия директора в данном магазине. Не подскажите, товар качественный есть? Роман, вот смотри, мне этот продавец сказала, что ручки качественные, понимаешь? Поэтому я тебе их торжественно дарю, только ты мне упаковку верни, пожалуйста. Благородство проявляешь, да, я так понял? Сколько раз я тебя просил мне подарить набор? Для судов, для претензий всяких. Ты же понимаешь, что постоянно такие вещи оставляют в судах, я тебе прошу покупать надлежащие вещи, Макс. Конечно. Вот продавец меня заверил в товар надлежащего качества. Конечно, обе забирай, обе, они обе хорошие. Ну подойди сюда. Подойди сюда. Ты видишь, ну что это такое? Желтый. Ну ладно, подойдет, Роман, для судов. А что ты не пишешь? Нормально. Ладно, все, ты мне эту главную упаковку верни, она моя. Да, держи. Все, спасибо. Я себе скажу. Знаете, меня качество не устроило, хочу сделать возврат. Хорошо, сейчас позову вам там. Саша! Помогите! Спасите! Администратора позову. Зачем? А вы не умеете его заделать? Продавцы-кассиры сами возвраты, к сожалению, не делают. Все, хорошо. Подожду. Подожду. Катя! Кать! Катя! Там Анны Валерьевны нет поблизости. Возврат нужно сделать, покупать. Если еще ручки нужны, я могу еще купить. Я понял, я правильно понимаю, что эти ручки мне подойдут для судов? Конечно. Висать ежедневно. Здравствуйте, меня Максим зовут. Не устроила качество ручек. Да. Не знаю, это все вопросы к нему. Это подарок. Ну как я могу? Дареные не дарят. Пойдемте. Вот все эти ручки мне. Заявление? Да я только что купил. Зачем заявление? Ну, значит, просто у вас безналом было? Да, безналом. Внимание всему персоналу. Программа на Валерьевне. Подайте на стойку информации по возврату. Сейчас подойдет, пожалуйста. Какая длинная цепочка. Ну ладно. Целая иерархия. А это кто? Она кто по должности? Возьми стартовой. А вы кто по должности? Я продавец-кассир. Один продавец-кассир позвал другого продавца-кассира, чтобы возврат сделать? Мы у него просто вказанцов. Ага. Здравствуйте. Качество товара не устроило? Хочу сделать возврат. А подарил вот данному гражданину на кассире при кассире. А я его даже не могу, потому как подарок он не дарится, не передаряется и возврату не подвижит. Незамысловатый приятный подарок. Просто в применении. И от всей души. Ну, мне подарили. Как я могу подарок вернуть? Вот, пожалуйста, значит, упаковку предъявляйте. Да, могу человек показать, если что. Просто дело в том, что я юрист практикующий, и они мне для судов пригодятся. Постоянно забываю, оставляю в судах, в органах государственной власти, где ручки. И он мне подарил. Да, и теперь хочет возврат за некачественный товар. Наглец такой, а. А некачественный товар, вы хотите включать? А вы читать умеете? Я тоже. Качественный? Чек есть? Конечно. Можете, пожалуйста, чек. Я могу вам назвать время и сумму покупки. Чек бы я хотел себе оставить. Так, время покупки у нас 12-го, ну что, 22-го, 16-25. Чек продажи номер 101, касса 51-67. Так, из тебя, значит, еще, как хочешь, четыре ручки, понимаешь меня, да? Сейчас же. Постараюсь. Все, смотри. Хорошо. За то, что ты такие сложности мне создаешь. Хорошо. Если товар лежит на полке магазина, мне же не могут его не продать? Не имеют права, более того. Иное бы обозначало в нарушении федерального закона 23.001 по защите прав потребителей. Это, по-моему, нарушение 14.8 КВАПРФ, да? Нарушение иных прав покупателей. Да, будет квалифицироваться в рамках статьи, предусмотренной статьей 14.8 Кодекса Российской Федерации, административных правонарушений. Квалификация устанавливается штрафом в отношении физических, либо в отношении юридических. Следовательно, разница в нуле, скажем так. Все ясно. Вам еще нужна какая-то информация по чеку? Четыре ручки еще? Да, еще четыре. Все, спасибо. Ну что, пойдем еще ручки купим? Пойдем. Да тут далеко уходить не надо, я думаю. Вот я тут, когда, пока стоял, возврат хотел сделать. Вот заметил вот такие ручки еще тут. Так, я правильно понимаю, это мой подарок. Подожди, я сначала ее должен купить. Все, вот раз куплю, вот сколько? Ну это мой подарок. Это твой подарок. Три мне адресу. Три. Даже не четыре будет ручки, я думаю, будет даже шесть. Да, все. Еще шесть. Вот все. С ценником смотри. Все, хорошо. Пойдем. А, давайте. Ну что? Представляешь, мне неприятность, Максим? Какие неприятности, ручки тебе подгоняю? В лакиту создаешь. Мне ручки нужны, постоянно сбываются, да? В лакиту создаешься, да? Да. В лакиту создаешься. В лакиту создаешься. Да. Познакомишься с ними, да? Да. Путем вскрытия, нюханья. Ну вот, путем энергетических свойств. Также проверять будешь написание? Да, да, да. Все, давай, проверяй. Чешка, будьте добры мне листок какой-нибудь. Просто я проверю, устроит ли я, она мне надо. Слушай, ну держится неплохо. Пойдем. Руки, да? Синяя, смотри, там аккуратно. А то заявление красной ручкой напишешь. Прямо как будто ты на что-то в суде намекать будешь. Понял, понял. Красной мы будем выделять, на что делаем ударение. Кто решил вообще, как нужно правильно ставить ударение? А зелеными подчеркивать протухшись товара. Слово сказать, вас, уважаемый суд 70-го судебного участка советского судебного района Гортула, настоящий материал прямо касается. Так. Слушай, ну... Это получше, да? Да, да, да. В принципе, я удовлетворен. Сейчас мы посмотрим. Ой, зачем ты так отрываешь-то, а? Да ладно. Все, пойдет. Я думаю, следовательно, едете так же. Так. Единственное, мы сейчас вот эту упаковочку еще откроем, да? Да. Они идентичные, да, по типу? Визуально, да. Все, две синие, одну зеленую забираешь. Остальные тебе не нужны? Нет, нет. Ну, давай тогда я тоже возврат сделаю. Ну, хорошо. Все. А, ты все-таки решил возвратить, да? Ну, мне опять же качество товара не устраивает. Вот, хочу вернуть его. Спасибо за подарок, друг. Обращайтесь, Роман Ребенет. Я 4, у тебя просят, а ты мне даже 6 даришь. Я тебе о чем узнаю? Все, ты реабилитировался. Больше не нужно? Нет, нет, нет. Все, особо. Я удовлетворил. А ты ее могу еще подогнать парочку? Ну, это достаточно. Я считаю, что данный работник правильно понимает интересы федерального закона о защите прав потребителей, что не является нарушением статьи 14.8 Кодекса Российской Федерации административных правонарушений. С другой стороны, магазин не имеет права реализовывать просрочку. Да, то-то, конечно, это, опять же, фальфицируется уложением штрафа. Скажите, я правильно понимаю, вы тревог, да? Тревог? Молчание. А в чем вопрос? Что, по понятию, ты получаешь деньги? Все, сохраню обязательно. Ну что, Роман, вы сегодня пришли в магазин с какой-то определенной целью. Да, да, да. С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. Здравствуйте. Администратор вы уже встретили. Здравствуйте. Меня зовут Роман Владимирович Черепикин, юрист, общественный деятель, блогер. В вашем магазине 1, 2, 3, 5 марта работала Худилова Гулбахор. Гуля, личности русской национальности, узбечка, мыло у вас, полы. Значит, менеджер, который отправлял ее на работу по имени Настя. Денежные средства за труд, помимо всех остальных нарушений, не уплачены. Указаны выше мной менеджером Анастасией. В настоящий момент прошу вас, Анна Федорова, заместитель директора магазина, донести информацию до руководства высшестоящего, разрешить срочно сейчас данный вопрос, вызвать, согласовать и решить по оплате. Значит, ей должны 5500 рублей. Вы меня слышите? Как слышите, ответьте. Очень хорошо. Да, Худилова Гулбахор, Гуля, ее называют, у вас работала 1, 2, 3 марта, еще раз повторюсь, на что имеются доказательства. Следовательно, у вас с менеджером Анастасией какие-то договорные отношения, в смысле не прямо у вас, скажем, у высшестоящего руководства. Мы так полагаем, что если этот вопрос сейчас же не разрешится, то, значит, в рамках правового поля данный вопрос будет исчерпывающим, за что последует за собой определенные меры воздействия. Я передавал. А? Вы кого-то передавал. Нет, нет, сейчас. Сейчас же у нас все будет рисовать. Сейчас же созвоните при нас на громкой связи, потому как, если вы будете игнорировать, то в рамках правового поля мы прибегнем к вызву должностейки полиции, где в отношении, значит, руководства данного магазина, в том числе этого менеджера, будет собираться материал проверки. В чем-то нет. Я думаю, что если это неfaщit, то, значит, ну, это нефтяк, это нефтяк для меня. Это нефтяк для меня. Так, как мы сейчас сейчас выращиваем, значит, я могу, я, конечно, наконец-то нефтяк для меня, That's the end. Я советую посмотреть. Я знаю, что... Есть. А вам ты может быть, А это нефтяк для меня. Я не знаю. Субтитры делал DimaTorzok Будьте добры, на огромную связь поставьте Извините, человек сейчас не очень, я здесь сейчас сижусь Мне помогла звонить? Уборщицу, да? Да, да, да По поводу борщицы Первый, второй, третий март она работала Да, который не оплатили Ну, я так понимаю, выход, да, не оплатили За, да, проведенную работу 5500 рублей должны За работу 5500 рублей Да 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 Что имеется в доказательной базе? Ну, а не только Ну, а не только На какого-то ручки, на какого-то дорожки здесь Представил с юниористом Правда, в документе я не наделал Пожалуйста В интернете Все мои данные Да Пожалуйста Можете прочитать, кто я, с кем вы разговариваете Хорошо А мне, она громкость вас поставит Очень сильно проще Алло Алло Да, слушаю Здравствуйте роман владимирович рябикин слушал вас скажите с кем я разговариваю плохо просто слышно вячеслава да да просто плохо слышно то есть я про нас понимаю вы уточнять по какому вопросу я нахожусь в этом магазине значит те действия которые были проведены они уже исполнены это первое второе прибыли по вопросу агилова и губахор гуля была скажем так неофициальным порядком трудоустроена у вас то есть по согласованию с анастасией менеджером вот значит она у вас работал 1 2 3 марта текущего года указаны выше мной менеджер то есть анастасия номер телефона 910 62 0777 значит не отвечает ты не оплатил ей работу в вашем магазине в размере 5500 рублей а а а а а 0 и а и И, соответственно, мне нужно будет действительно связь с их руководством, чтобы уточнить, почему он не был оплачиваем. Потому что на данный момент такой информации я не располагаю. Непосредственно наше подразделение, оно является опособленным, да, структурным подразделением, мы напрямую не выплачиваем заработную плату у собственных работников. Мы работаем по договору через центральный офис, и, соответственно, компания, которая нанимает наша компания, они получают по договору, а уже в дальнейшем они оплачивают работу своими наемными сотрудниками, скажем так. Да, да, да. Смотрите, в настоящий момент мы не касаемся всей процедуры работы, да, личностей с ближнего зарубежья, да, неофициального порядка и так далее. Мы именно сейчас говорим о том, что есть факт, доказательная база, то есть работа, и где данных людей просто кидают. Так вот, один из ваших магазинов, он попал в поле зрения. Следовательно, если этот вопрос сегодня не разрешается, значит, мы принимаем меры в рамках правового поля. Таким образом, репутация вашего магазина будет поставлена под вопросом, то есть будет придана обществу порицанию. Потому как вы, руководящее лицо, должны контролировать, несмотря на то, что, как бы, вы по договору, да, прибегаете там из сторонних клиновых компаний и так далее. То есть, почему... Ну, пожалуйста, я плохо расслышала, как бы зовут, как к вам можно обращаться? Роман, Роман, просто можете обращаться. Роман, да? Роман, я вас поняла по вашему вопросу. Пожалуйста, информацию моему заместителю, чтобы я могла более конкретно выяснить. Потому что с аутсорговой компанией, которую мы принимали, все договоры были проплачены. То есть, денежные средства насчет этой компании были перенесены. Да-да-да, я вам верю, я вам верю. Просто в моей практике... Да, извините, что я вас перебью. Для того, чтобы подтвердить вам же внимательно, да, что я просто исполнительное лицо. И, соответственно, сила информации и документации на данный момент по поводу оплаты счетов, она вся хранится в центральном отчестве. Для того, чтобы мне ее предоставить, мне нужно будет сделать запрос. Так как сегодня выходной день, да, в центральном отчестве, мне нужно будет это все оформить, писать письмо, чтобы мне эту информацию предоставили. То есть, это займется мне несколько минут. Мне нужна от вас полная информация, какой сотрудник, по-моему, не отчество, там, даты, когда она упрещает, что он работал, чтобы мы провели уже в нем проверку. Информацию предоставили. Да-да, конечно. Между тем, очень приятно общаться с личностями, которые правильно понимают интересы поставленных вопросов и способствуют их разрешению. Сейчас вот, да, поспешно вам говорю. Скажите, а адрес сам находится центрального офиса этой клининговой компании где? Можете указать? Я вам сейчас все данные укажу. Да, смотрите, клининговая компания, в принципе, их конкретно очень знакомит. Мне также нужно будет сделать запрос через наш центральный офис. Потому что клининговые компании, вообще, в принципе, торговые компании могут находиться территориально даже не в городе, а Тула, а в каких-то других городах. А название можете указать? Смотрите, у нас у меня есть несколько подрядчиков сейчас. Мне нужны периоды. Какой период вы делаете запрос, чтобы я могла вам точно сказать, какое было название. Потому что несколько подрядчиков параллельно работают и составляют там сотрудников в разные периоды. Мне нужно понимать, в какой период. Хорошо. Скажите, я правильно понимаю, что я могу обратиться к Анне Федоровой, да? Да, верно, да. Ей пояснить, оставить контактную информацию, да, связью со мной. И, значит, скажите сроки данного, скажем так, обращения пока что к вам до прибегания к помощи органам государственной власти. Скажите, я правильно понимаю, что я могу вашим заместителям взять ваш номер телефона и для обратной связи с вами, для согласования и разрешения данного вопроса в целях незатягивания и избежания волокиты. Да, я правильно понял. Все отлично. Тогда сейчас мы обмениваемся информацией с вашим заместителем. Он берет необходимую информацию от меня и предоставляет по вам. То есть номер телефона. Мы с вами связываемся, скажем, во вторник. Вы составляете запрос, необходимые действия исполняете. И мы не прибегаем далее для того, чтобы... Ну, вы, в общем, понимаете. Да, я вообще вас верно поняла. Да, я думаю, что мы в ближайшее время этим вопросом разрешим. Нормально. Можно еще только вопрос по поводу ситуации, что случилось с констоваром каким-то? С констоваром. А я сейчас своему коллеге, другу передам. Он более объективнее вам скажет. Между тем, хочу вас поблагодарить за правильное понимание подчиненных вам работников. Понимание и отношение к федеральному закону 23.00-1 о защите прав потребителей. Что квалифицирует ваши действия как достойные. Без всякой волокиты и без дальнейших разбирательств в рамках правового поля. Я сейчас передам своему товарищу трубку, он вам пояснит, о чем речь. Здравствуйте. Да. Представьтесь. Хорошо, спасибо. Здравствуйте, меня Максим зовут. Здравствуйте, Максим. Максим, я вам принесла в директора магазина. Как вы сказали, по поводу у вас произошедшей ситуации можете более подробно обеспечить? Да, сначала я приобрел ручки, просроченные в декабре 2021 года. Потом я их подарил своему коллеге. Мне сделали возврат за некачественный товар по пустой упаковке и по чеку. Затем я приобрел повторно ручки, просроченные в апреле 2022 года. Также я эти ручки подарил своему коллеге Роману. И опять же сделал возврат за некачественный товар. И мне его достойно сделали. Претензий к вам пока не имею. Максим, подскажите, пожалуйста, директора Анна, она при вас утилизировалась в случае? Они уже утилизированы, скажем так. Так, хорошо. У меня такой вопрос. Мы можем как-то, скажем так, в случае для наших сотрудников... Ваша сотрудница Анна повела себя достойно. У меня к вам на текущий момент нет претензий. Спасибо вам за возврат. Все. Я же сказал, правильно понимают они. Я просто надеюсь, что вы решите вопрос Романа. Все, больше у меня к вам вопросов больше нет. Все, хорошо. Передаю трубочку Ане. Спасибо за вашу работу. Спасибо за адекватность. Вас благодарим за правильное понимание. Алло, Аня. Совершенно вообще адекватная и правильно понимающая, правильно поставленный диалог. Спасибо, Локрос. Я, честно, достаточно давно такого руководства просто не встречал. Друзья, оценку делать вам, исходя из видеоматериалов, которые есть на канале Максима. И на канале Романа. Пишите, Роман Рябикин, мое право. Да, в том числе это касается должностных лиц органов государственной власти. Вот, поэтому пишите комментарии по вопросу, то, что вы сейчас увидели. Так, вот я сейчас ручку возьму, значит, и вы возьмете, значит, по ком я говорю, директор хотел, значит, запрос. Да, 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 да. Та самая ручка. Да, ты видишь, эти кориды пришел, так, теперь это мое, Максим, мое. Даже дальше больше, 25 декабря, да, 25 декабря. Заочно. Слово сказать, видишь, вот уже запало, смотри. Ну, там скорее чернила. А, вот сейчас. Там, можете пересмотреть, там две партии, вот одни такие, вот они тоже прослушные. Хорошо, спасибо. Все? Да. Спасибо большое. Ну что, вас благодарим за компетентность и вместе с тем приносим свои слова уважения за правильное понимание отношения к потребителям, клиентам и пониманию к сложившейся ситуации, не прибегая к разрешению вот этих вопросов, возникших, скажем так, более тягомотина, трудоемко, ну, через органы государственной власти, в принципе. Конечно, нас они посмотрят, вот, но тем не менее, мы же, Максим, поясняли зрителям, да, о том, что мы всегда прибегаем и изначально... Урегулировать вопрос. Да, вопрос, все правильно, то есть до судебный порядок и до каких-то писанин и так далее. Вот, так что вас благодарим. Вам все доброго, до свидания. Ну что, Роман, вы довольны? Да, отлично. Посмотрите, насколько ситуация будет развиваться. Да, обратную связь директор даст, номер телефона есть у нее, у меня есть. И я думаю, что, судя по интонации и пониманию сложившейся ситуации, данный директор разрешит данный вопрос с этим менеджером Анастасией, отправит запрос на согласование, поднимет графики, необходимую документацию и, значит, указанную ранее личности, да, нерусской национальности, денежные средства за ее труд вот в этом магазине будет возвращен... Всем привет, ребят! А теперь мое мнение. Значит, я считаю, что нихрена они не предоставят. Вот честно, вот я так считаю. То есть, сейчас у Романа взяли контакты, директор отправит запрос в центральный офис, а центральный офис скажет, мы такие данные не разглашаем. Ну, я же не Ванга, да, я же не провидец, я же не могу знать наперед, как это все произойдет. Вот, ну, это мое мнение, что все-таки вопрос не будет решен. И даже если, скажем, дадут информацию по фирме, ну, не знаю, как-то детский мир что-то выплачивать в данной ситуации, как они считают, уже не должны, потому что детский мир свои обязательства, Роман, согласись, выполнил. Ну, да, как она пояснила, то есть деньги были перечислили. Перечислили все. Так что, насколько эта ситуация будет действительно решена, вы увидите в дальнейшем. Друзья, почему я сказал, что вопрос разрешится, исходя из моей практики по аналогичному вопросу, допустим, с магазином Верный, и директор магазина решил с клинингой компании, с руководством, где денежные средства... Мы тебе больше не заплатим за другого сотрудника, а ты, как бы, там, ну, отдадим эти деньги на правую работе. Узбекам, в общем, были выплачены. Выплачены. Ну, я, на самом деле, за нормальное урегулирование вопроса. Так что, делаем ставки, посмотрим, что будет впереди. Друзья, всем пока. Всем пока. Подписывайтесь на канал Максима, Романа, пишите комментарии, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Всем удачи, всем пока.